Здравствуйте! Вы смотрите программу «Актуальное интервью» в студии Татьяны Молоковой. Сегодня у нас в гостях депутат Чебоксарского городского собрания Анна Спиридонова. Сначала посмотрим визитку гостя, потом начнем беседу. Анна Спиридонова, депутат Чебоксарского городского собрания. Окончила юридический факультет Чувашского государственного университета имени Ульянова. Работать начала еще на втором курсе вуза. Первое место работы – общество с ограниченной ответственностью «Новый». С 2008 года юрист в организации «Заря». Анна Александровна, здравствуйте! Здравствуйте! Анна Александровна, вы молодая женщина и депутат. Обычно принято, что у нас в кресле депутат сидят такие солидные, умудренные опытом и сединами мужчины. Вот как вы себя ощущаете в этом кресле? Вы знаете, на самом деле, наверное, как рыба в воде. Мне очень комфортно и коллеги у меня просто потрясающие. Скажите, а с какой целью вы шли в депутатский корпус? Сделать что-то хорошее, наверное. И с детства я помню себя, я была таким общественным человеком. Но и сейчас являюсь, конечно же, с активной жизненной позицией. И потом как-то вот так сложилось, что я приняла решение, семья меня поддержала, и я стала депутатом. Скажите, вот вы говорите, что у вас была активная жизненная позиция всегда. Вот что-то для вас было новым и неожиданным в депутатском корпусе? Вы знаете, наверное, не могу сказать, что что-то новое было. Нет, все как-то прошло медленно. И вот работаем уже два года. Я не могу сказать. Конечно, я чему-то научилась. У меня какие-то новые знания, навыки, еще что-то. Но так, чтобы для меня это была какая-то стрессовая ситуация, и я не знала, что с этим делать, у меня такого не было. Все-таки депутат – это человек, который в первую очередь думает о городе и о своих избирателях, пытается решить какие-то их проблемы. Есть ли такие проблемы, на которые вы взглянули по-новому? Может быть, на решение каких-то проблем вы смотрите теперь по-другому, чем раньше, чем три года назад, допустим? Вы знаете, наверное, депутат для меня – это сейчас волонтер с большой буквы. Это не просто волонтер, а реально волонтер с большой буквы. Потому что, когда ты становишься депутатом, ты не имеешь права на ошибку. Ты являешься лидером общественного мнения, и ты не можешь быть равнодушен к проблемам горожан. Тебе важно каждому помочь. И для меня это тоже очень значимо. Сейчас на проблемы я смотрю, наверное, более как-то внимательные проблемы горожан. Потому что уже здесь видишь какие-то проблемы, мимо по городу проезжаешь, да, или в гости кому-то идешь. То есть, как бы, сейчас смотришь на это неравнодушно. Когда ты становишься депутатом, ты должен разбираться во всем. То есть, мало того, что, может быть, у тебя до этого было одно образование, или два высших образования, или три. То, когда ты стала депутатом, у тебя спектр знаний вообще расширяется. То есть, постоянно нужно учиться изучать какие-то нормативно-правовые акты, смотреть опыт каких-то других регионов, каких-то определенных вопросов. Без этого никак. Без этого нормальный депутат работать не сможет. Ну, действительно, изучая ваш профиль в соцсетях и страничку в интернете на сайте Чапоксарского городского собрания, можно отметить, что вот у вас очень активная жизнь, да. Вы встречаетесь постоянно и с жителями своего избирательного округа, и там участвуете в их праздниках каких-то, да. И вот что это для вас? Какие для вас эмоции? Вы знаете, вот для меня это, наверное, очень важно, да. Когда я стала депутатом, и только все это началось, конечно, меня чуть-чуть это ошарашивало, да. Но сейчас я так себя комфортно чувствую, и мне так это приятно. Мне очень приятно, когда люди обращаются ко мне, приходят на приемы. Вы знаете, это означает, что человек тебе доверяет. Это означает, что неважно, сколько тебе лет, какой у тебя жизненный опыт, и что у тебя в жизни произошло. К тебе человек пришел со своей проблемой, которому ты должна дать совет какой-то, да, помочь решить эту проблему, сделать какой-то запрос. И когда он выходит из двери твоей общественной приемной, это уже не его проблема. Это уже общая проблема, которую ты должен решить. То есть некоторым гражданам, которые ко мне приходят, я вот искренне переживаю и стараюсь помочь. Ну и, конечно же, есть мероприятия на округе, и в рамках города какие-то городские мероприятия, то есть общественные какие-то праздники организовываем, какие-то социально значимые мероприятия. То есть это постоянно без этого никак. Без этого депутат не может существовать, потому что, иначе, как он будет общаться со своими избирателями, как он будет общаться с жителями города. И вы участвуете в проекте «Я молодой депутат». Вот скажите, как воспринимают депутата молодые люди, да, как они, с какими, может быть, запросами к вам относятся, и как они выходят после вот этого проекта? О, вы знаете, этот проект вообще замечательный. Насколько сейчас у нас молодежь, она такая нестандартная, целеустремленная, да, стратегически мыслящая, да, на 15, на 10, на 5 лет вперед, занимающаяся активным образом жизни, общественной действией, здоровым питанием, спортом. С ними очень приятно общаться. И когда я общаюсь с ребятами, да, я им всегда говорю, что, ребята, неважно, кем ты станешь, да, ты будешь будущим депутатом, помощником депутата, лидером какой-то общественной организации, можешь быть руководителем какого-то крупного предприятия, да, нужно всегда двигаться к своей цели, делать что-то хорошее, не стоять на месте, постоянно развиваться. И Колюшу, я говорю, вот особенно некоторые товарищи, которые думают, что с депутатом быть очень просто и что это, да, и почетно, да, конечно, это почетно, но есть свой минус. Я вот вам серьезно могу сказать, мы не имеем права на ошибку, мы не можем не пропустить пешехода, понимаете, неважно, отвлекся ты или он случайно выбежал, понимаете, потому что у нас ответственность. Приближается День города, и каждый год в канун праздника выбирается почетный гражданин города Чебоксары. Вот по каким критериям вы выбираете? Но фамилии уже известны, да, уже нет смысла скрывать, там не будет никакой неожиданности. По каким критериям вы выбираете этих людей? Вы знаете, вот в этом году мне вообще понравилось, как это все произошло, да, Иван Иванович Долгушин, пенсионер, заслуженный работник промышленности Чувашской республики, всю жизнь проработал на промтракторе, да, строил очень много социальных объектов, школы, детских, садиков, да, был инициатором того, чтобы проспект электростроителей имел это название. Очень такой живчик, с такой жизненной позицией, и мне кажется, вот как раз вот такие вот люди и должны становиться почетными гражданинами города Чебоксары, потому что, глядя на него, меня лично всегда восхищают такие люди. Всегда есть чему поучиться, посмотреть, как он себя ведет, какая у него выдержка, какие цели, и как у него душа болит за наш город. – Анна, вот сейчас в городе два таких серьезных направления, да, одно из них – это формирование комфортной городской среды. Как в вашем округе идет работа вот по этой программе? – Программа, я считаю, замечательная, работа идет, конечно же, люди обращаются, очень приятно то, что они приходят, да, и у нас на округе жители такой с активной жизненной позицией, да, и сейчас вообще люди поменялись на самом деле. Если взять три года назад, да, люди как-то к этому посредственно относились. Сейчас они во всем разбираются, все знают, иногда даже сами помогают. Приходишь намного легче и проще работать, да, и когда какие-то программы вступают в силу, да, то совместно с жителями микрорайона они быстренько решаются. – Ну, и так я понимаю же, программа федеральная, и там важно в первую очередь инициатива горожан. Они должны выходить с какими-то инициативами относительно реконструкции своих дворов, да, благоустройства какого-то. – Да, совершенно верно. И здесь вот большая проблема, потому что есть инициативные жители, да, а есть как бы просто жители, да. Может быть, у них просто они живут в каком-то рабочем ритме, и у них времени не хватает, да. И, конечно же, бы хотелось, когда вот такие вот проекты есть, а тем более, когда мы говорим с вами о федеральных деньгах, да, чтобы жители большее участие принимали в этом, как бы, потому что это все делается только для них, для их дворов, для их придворовых территорий. – По каким вопросам к вам обращаются жители вашего округа? – На самом деле вопросы совершенно разные, и это не всегда ЖКХ и благоустройство. Чаще всего приходят многодетные мамы, малоимущие семьи, родители трудных подростков, да, нужна какая-то юридическая помощь, да, либо просто поздороваться приходят, спросить, как дела, что тоже очень приятно. То есть не могу сказать, что вот ко мне приходят постоянно только по этому вопросу, да, и иногда зачастую создают тоже такой вот вопрос, а что вы сделали там за три года, самое запоминающееся. Вы знаете, вот я вам честно скажу, за три года было столько всего, да, и мне кажется, что каждое то, что ты сделал, с каждым жителем ты пообщался, где-то что-то вы решили, где-то вы что-то придумали, устранили какую-то проблему, это все запоминается. Нельзя сказать даже одним словом, да, какую-то проблему, там, я установил детскую площадку, там, я сделал дороги вокруг дома. То есть это все, мне кажется, какая-то посредственность, потому что когда к тебе люди на прием ходят, ты с ними общаешься, и вопросов очень много, поверьте мне, очень много. В общем, теория малых дел. Да. То есть не большими делами будем хвастаться, а какими-то мелочами, от которых зависит жизнь. Ну, конечно, это же мелочь, у нас у всех в жизни так происходит. Мелочи решают вопрос, понимаете, из этого складывается, гора набирается этого всего, поэтому я как бы сторонник вот таких вещей. Но на самом деле, конечно же, у меня есть какие-то свои идеи, да, потому что помимо того, что я являюсь депутатом городского собрания, я являюсь еще председателем благотворительного фонда для одаренных детей именам. Помимо этого, у меня есть свои какие-то другие проекты, где я занимаюсь с детьми, мы проводим различные фестивали, конкурсы, устраиваем выставки, да. Вот сейчас у меня есть такой интересный проект, я хочу поставить памятник городе беременной женщине. Она сделана из проволока, такая очень сделанная в современном стиле, да, тоже вот. Под эти все проекты нужно время, но это тоже все делается для людей, это все делается для жителей нашего города, для того, чтобы чувствовали они себя комфортно. Наша программа выходит в преддверии Дня города, давайте пригласим горожан. Я очень люблю, когда город Чебоксары празднует свой день рождения. В этом году он празднует 548 лет, и мы уже все с вами привыкли, что проходит череда различных потрясающих мероприятий в городе. Конечно же, каждый год открываются социальные объекты, в этом году открываются два детских садика, один в микрорайоне Альгешево, другой в микрорайоне Радужный, также в новом городе открывается поликлиника и какая-то детская, потрясающе фантастическая площадка. На самом деле, есть несколько событий, которые бы я советовала посетить жителям города Чебоксары, не считая, конечно же, выступления группы Бравосом 20 августа и праздничного фейерверка. Помимо этого, в этом году, по-моему, 14 раз или не 14 раз, уж точно я не могу сказать, будет проходить творческий бульвар, да, когда мы все с вами спускаемся по центральной улице города и смотрим различные площадки, какие у нас в городе есть. На самом деле, это очень интересно, увлекательно, и как-то душа радуется за город сразу, и в приятном таком настроении ты спускаешься вниз и уже попадаешь на концерт. Помимо этого будет, вот я хотела бы всех пригласить тоже, и сама я обязательно туда пойду, будет Кубок Чемпионов, который будет проходить на Стадионе Энергии. Это тоже зрелище такое очень интересное, когда вот эти вот бойцы, да, выступают, много народу, все кричат, болеют, это тоже потрясающе. Ну, а так вообще с 18 по 20 августа будет еще проходить Кубок Рыбалки. Вот я бы тоже в этом участие приняла, но я, к сожалению, не так хорошо рыбачу. Может быть, если бы я была бы мужчиной, я бы и приняла участие. Главное не победа, главное участие. Да, главное участие. Поэтому, мне кажется, тоже очень мероприятие интересное. И мне нравится еще одно название, само название даже нравится «Чапай зовет на чай». Да, согласитесь, это очень так креативное название. Это в сквере Чапаева будет проходить праздник, где можно будет прийти, попробовать какие-то национальные угощения, поиграть в какие-то игры, узнать историю о нашем герое. То есть это тоже очень интересно, и я всем советую пойти. Ну, еще у нас будет, по-моему, творческий семейный фестиваль «Аистенок». Он каждый год проходит. Тоже очень интересно. Я хотела бы пригласить всех мамочек, молодых, потому что там вот эти украшенные коляски, сами детки там, очень потрясающе красиво, поэтому это очень такой креативный подход. Ну и тюркский фестиваль тюрков, по-моему, как он называется? Тюрки России. Да, Тюрки России. Мне кажется, тоже это очень интересно, потому что все мы народ тюркский, корни у нас есть, из 16 регионов будут представлены. Мне кажется, тоже есть на что посмотреть, промониторить нашу историю, немножечко посмотреть. Все же мы, наверное, все чем-то похожи. Спасибо большое, Анна Александровна, что пришли к нам в студию. Спасибо за интересную беседу. Я напомню, что сегодня мы беседовали с депутатом Чебоксарского городского собрания Анной Спиридоновой. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова